Волна репатриации в Израиль. Поток евреев, желающих вернуться на историческую родину, в 2020-м вырастет в три раза. Карин Амит в статье для издания «Маркер» пишет, по данным Международной организации по миграции, в начале кризиса в мире насчитывалось более 15 миллионов иммигрантов. Из-за закрытия границ выезд за пределы своей страны или же возвращение иммигрантов домой стали практически невозможны. Недавние исследования, проведенные в Вашингтоне, показывают, кризис приведет к сокращению легальных миграционных потоков. Цитата. В последние годы в страну ежегодно прибывают около 30 тысяч эмигрантов. Но в 2020-м в Израиль ожидается увеличение потока новых репатриантов в 2,5, а то и в 3 раза. Вследствие коронавируса и общей неспокойности можно ожидать резкого увеличения числа репатриантов из богатых западных стран – Франции, Англии и США, утверждает адвокат Эли Гервиц. Израиль должен хорошо подготовиться, чтобы не упустить эту возможность, констатирует Карин Амит. Соблюдать социальное дистанцирование или строить отношения? Молодые европейцы выбирают контролируемую беззаботность, пишет французское издание «Фигаро». Сегодня любой может быть бессимптомным носителем. Поэтому в том, что касается поиска второй половинки, молодые люди вынуждены себя сдерживать, объясняет клинический психолог Жуэль Миньо. Однако парни и девушки неизбежно сделают выбор. Одни временно отстранятся от безудержного потребления, другие будут нарушать запреты и ходить на свидания, как ни в тем не бывало. Такие ребята, как героиня статьи, 23-летняя Лила, выбирают третий вариант. Они устраивают встречи на открытом воздухе, но, осознавая, что все-таки могут передавать вирус, не навещают престарелых родственников, чтобы не подвергать их опасности. Философ Фредерик Вормс назвал такое поведение контролируемой беззаботностью. Вормс считает, цитата, «Социальное дистанцирование приведет к тому, что молодое поколение изобретет новые способы общения, флирта и близких отношений. Риск заразиться формирует более серьезное отношение к поиску партнера. Молодежь становится серьезной и избирательной, пишет издание». Есть еще одно неожиданное следствие пандемии. Холостяки и одинокие женщины в период изоляции все меньше подвергаются давлению окружающих. В текущих условиях никто больше не находится в судорожном поиске второй половинки, пишет Фигаро. «Еда, от которой мы стареем. Мы — то, что мы едим», — озвучивает известную всем истину журналистка испанского издания АБЦ Кристина Горидо. Согласно последнему исследованию Университета Наварры, чрезмерное потребление продуктов глубокой переработки ускоряет старение клеток, поскольку укорачиваются теломеры — концовые участки хромосом. Теломеры — это длинные участки ДНК, которые защищают концы хромосом от естественного укорачивания. Теломеры называют биологическими часами жизни клеток. Они могут укорачиваться из-за старения или по другим причинам, например, из-за неправильного питания. Самое важное инноваторское открытие состоит вот в чем. Цитата. Если есть в день больше трех порций продуктов глубокой переработки, состояние теломеров ухудшается, и они быстрее укорачиваются. Недавно ученые пришли к выводу, что увеличение случаев преждевременной смерти связано с чрезмерным потреблением продуктов глубокой переработки, говорится в статье. Узнать такие продукты легко. Достаточно прочесть надпись на упаковке. В их составе, как правило, более пяти ингредиентов. Обычно это ароматизаторы, красители, эмульгаторы и другие добавки. Они содержат большое количество калорий в виде сахара или соли. Кроме того, это продукты промышленного производства. В них очень мало витаминов и минералов, необходимых для поддержания здоровья, рассказывает доктор Амелия Марти. Проблема в том, что эта еда вкусная, аппетитная и зачастую ее не нужно готовить. Карбонатные и прохладительные напитки, переработанное мясо, выпечка, молочные коктейли и десерты, сладкие и сухие завтраки или пицца, производимая в промышленных масштабах. Переработанные продукты вызывают в организме воспалительные и окислительные процессы. Но различные факторы могут усилить вред. Например, возраст человека, состояние здоровья, сидячий образ жизни, потребление алкоголя и табака, которые напрямую влияют на целостность теломеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова